Здесь появится рано или поздно, потому что он появляется везде после нас. И он очень любит пить Дух Святой. Знаете, Дух Святой можно слушать Слово Божие, правильно? Можно принимать физически, когда за вас, например, молятся, возлагают руки, сляют Бог. А можно его принимать в его такое пьянящее присутствие. Это, знаете, когда вам обстоятельства говорят, вы бедный, вы больной, грустный. Что это? А Дух Святой говорит совсем другое. И для этого нужен определенный градус. Знаете, потому что пьяным вам море по колено. Потому что, чтобы поверить в Евангелие, вам нужно быть смелым в Господе. И это не просто от силы воли. И песня такая. Опять-таки, давайте выучим мое мести. О, накрой мне стол Этот мотив простой Для тебя, он для тебя О, накрой мне стол Этот мотив простой Для тебя, он для тебя Ты сладкое вино Ты сладкое вино Молоко и мёд На петлю врагов накрыт мой стол Я пьян, я пьян тобой каждую ночь О, накрой мне стол Этот мотив простой Для тебя, он для тебя О, накрой мне стол Этот мотив простой Этот мотив простой Для тебя, он для тебя Он для тебя Слава Богу Слава Богу Аплодисменты Аплодисменты Христианского центра, Господь Я тебе благодарю, Отец Бог Что ты сегодня, Отец Просто проявишь Сверхъестественные вещи, Господь Именем Иисуса Христа Потому что мы люди, Господь Я просто сейчас благодарю тебя Что ты откроешь наши глаза И позволишь нам увидеть Того, чего мы никогда в жизни Может, не видели От тебя, Господь Именем Иисуса Христа И прямо сейчас, Дух Святой Я просто молюсь Чтоб ты открыл наши сердца Чтоб мы могли принять То, что ты сегодня будешь сеять В нашей жизни Именем Иисуса Христа Все, что ты сеешь в нашей жизни Чтоб оно, Отец Бог Проявляло плоды Именем Иисуса Христа И я просто благодарю тебя За каждого человека Которого ты привел сегодня Потому что ты никогда ошибок не делаешь И никогда не делал Значит, что это нам говорит, Отец Бог Что это избранные люди тобой Которых ты сегодня сюда привел Чтоб нам открыть что-то Чтоб нас поменять Потому что все, Отец Бог Происходит через Твое присутствие Именем Иисуса Христа И я благодарю тебя, Господь За пастора Игоря Иванова Господь, которого ты сегодня будешь использовать Как сосуда Твоего Именем Иисуса Христа И всю славу отдаем Только тебе Потому что ты Царь Царей И ты Бог Бог И это Твое служение И это Твои дети Именем Иисуса Христа Эмин Я представляю вам сегодня Пастора Игоря Иванова Он с Богом Давайте его поприветствуем Давайте Поехали И все, что Бог Сегодня будет делать Я уверен, что оно будет Особенно А микрофон Добрый день Очень рад быть у вас сегодня Скажу немножко о себе Я с 94-го года пастырь У меня прекрасная семья Я жена Люба И трое детей Одному сыну 25 лет Жена дочери 23 будет Тоже на замужем И самая младшая Саша Я очень люблю свою семью И это большое благословение для меня Мой дом Это мое убежище Я хотел еще несколько песен спеть Потому что действительно Дух Святой здесь И как только мы вошли В эту комнату И мы начали Мы собрались вокруг Христа И пили здесь И сестра Люда И Константин Когда люди славят Господа Действительно Господь живет в словословии Вы знаете сказано Что Бог живет В хвале своего народа Там где мы славим Его Бог дал нам различные ключи Для того чтобы мы ходили В реальности живого Бога Потому что Бог это реальная личность Прямо здесь на этом месте И Он реальнее чем мы с вами Потому что прежде чем мы были Он уже был на этом месте Прежде чем было здание Прежде чем плинки вселенной Начали быть Он уже был И Он есть начало Он есть конец Он самый добрый Самый хороший У Него благие намерения Он хочет чтобы все были счастливы Я хочу спеть несколько песен Те которые Бог давал мне на протяжении ряда лет И после этого Я верю что Дух Святой дал мне послание Я буду говорить Буду разговаривать Общаться с вами Духи Святой И мы сейчас Давайте мы еще поприветствуем Господа на этом месте Давайте дадим Ему славу Он я есть на этом месте Он реальный И прямо сейчас Течет река От престола Сквозь крест Через сердца Благодати Нет конца Река любви Река любви Течет река С Голгофского креста Новый завет Твоей крови Двигая вновь Дух Святой Двигая вновь Бог живой Да пьяна напои нас Живою водой Открывайте ваши уста И споем Двигая вновь Двигая вновь Дух Святой Двигая вновь Бог живой Да пьяна напои нас Живою водой Течет река От престола Давайте споем Течет река От престола Сквозь крест Через сердца Благодачи Нет конца Река любви Река любви Течет река С Голгофского креста Новый завет Твоей крови И все вместе Двигай вновь Бог святой Двигай вновь Бог живой Да пьяна напои нас Живою водой Напои меня Двигай вновь Бог святой Двигай вновь Бог живой Напои меня Напои Еле ты здесь Двигай вновь Бог святой Двигай вновь Бог живой Да пьяна напои нас Живою водой Двигай вновь Двигай вновь Бог святой Двигай вновь Бог живой Да пьяна напои нас Живою водой Двигай вновь Двигай вновь Присутствие Вы знаете на земле Мы ходим сейчас Слушаем проповеди Результаты Грехопадения человека Потому что Была реальность Божья И для того чтобы Мы опять Были среди Царства Божьего Посреди Царства Божьего Нам нужно слово Нам нужны Учителя Проповедники Нам нужны Пастыря Учители Для того чтобы Христос Мог приходить Через разные грани Но по-настоящему Давайте мы споем Вы можете еще встать Для Господа Халлуйя Когда вы встаете Ветер начинает Подопаться Мы споем такие Пастырищи Вы положите Руку На сердце Себе И скажите Иисус В сердце Мое Согласен Это простая Простой факт Насколько Приятного Иисус В сердце Мое Иисус В сердце Мое Мы поем Иисус В сердце Мое Агллируя В сердце Мое Иисус В сердце Мое Иисус, сердце моё Ты создатель неба, земли, моря, и что в них Иисуса имя выше всех других имён О Боже, Аллилуйя, жизнь моя в руках Твоих Мы танцуем рукоплечем и поём Иисус, сердце моё Иисус, сердце моё Аллилуйя, Иисус, сердце моё Создатель неба, земли, моря, и что в них теперь вы Создатель неба, земли, моря, и что в них Иисуса имя, Иисуса имя выше всех других имён Иисуса имя выше всех других имён О Боже, Аллилуйя, жизнь моя в руках Твоих О Боже, Аллилуйя, жизнь моя в руках Твоих Мы танцуем А как танцуют у вас? И ликуем Как ликуют? Что такое ликуют? Раскрытательные глаза наружи От всего сердца И поём О-о-о-о-о-о-о Так вместе Иисус, сердце моё Иисус, сердце моё Иисус, сердце моё Иисус, сердце мое, Иисус, сердце мое, Иисус, сердце мое. Дай ему аплодисменты и будь в школах. Подовернитесь, скажи, это не мое тело, это твое тело. Все мое твое, Господь, и все твое мое. Это голова для тебя, это головой пообращай чуть-чуть. Скажи, вот эти плечи для тебя, скажи, вот эти руки для тебя, Господь. Вот эти бедра, скажи, это для тебя хула-хула сделает. Бедра для тебя, Господь, все освящено, когда я пред тобой танцую. Ноги для тебя. Попробуйте повращать руками, головой. Скажи, Дух Святой, освободи меня от комплексов. Учи персты моей брани и руки сражению. Послушание Духу Святому, Господь. Пусть мое тело танцует перед тобой. Согласны? Скажите, пусть мое тело танцует перед тобой. Прославляет тебя, Господь. Помоги мне не быть, как Баубаб в пустыне просто. Освободил нас, Христос победу дал. Чтоб мы не жили в рабстве, да новый нам завет. Божью победу мы вместе празднуем. Спой со мной, Божью победу. Божью победу сегодня мы вместе празднуем. Иисус, ла-ла-ла-ла-ла, радость отнимает нас. Иисус, Твоя смерть нам доложит. Твой Дух Святой от страха избавил нас. И путь к тебе открыт, в крови Христа зовет. В Твоем присутствии сейчас сияет яркий свет. Скажи, в сердцах звучит любви ответ. Иисус, ла-ла-ла-ла, Твою победу празднуем. Иисус, ла-ла-ла-ла, Твоей любви живет. Ла-ла-ла, громче пойте. Иисус, ла-ла-ла-ла, радость отнимает нас. Иисус, Твоя смерть нам доложит. Давайте припев вместе споем. Иисус, ла-ла-ла-ла, Твою победу празднуем. Иисус, ла-ла-ла-ла, Твоей любви живет. Иисус, ла-ла-ла-ла, радость отнимает нас. Иисус, Твоя смерть на ла-ла-ла, Иисус, Твоя смерть на ла-ла-ла, живет. Спасибо тебе, что есть жизнь на нас, Твоя праведность на нас сегодня. Твое исцеление на нас, это Твоя реальность, Господи. Ты реален сегодня. И у нас есть власть. У нас есть власть. Ты нас укрепил владычественным духом. На раме на тело Христово есть владычественный дух. Право сглашать силу Христову, помазание Божье. Мы благодарим тебя, что прямо сейчас. То есть, разумеет на украинской мове, чи нет? То есть, разумеет, чи нет? А кто разумеет? Поднимите. Это Брайтон-Бич, или что это такое? Это Брайтон-Бич, течея река, над горами, на схилами, та щось всередині стиска, і торкає хвилями дивовижна та река. Неблакитна червона вона, б'є струмок там, де рука, у небес цвяхом розірвана. Ты утекай с земли на небо, там є місце, там є місто, де нічого вже не треба. Там не буде скрутно і тісно, очекай с земли на небо, там є місто, там є місце, де нічого вже не треба. Ты не буде скрутно і тісно, лай-ла. Акашат доли админи, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Держи! 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 Стихи древнего поэта, христианина, его съели львы, песня осталась, аллилуйя, он на небесах смеется сейчас. Стихи древнего поэта, христианина, его съели львы, песня осталась, аллилуйя, он на небесах смеется сейчас. Но хочу вам сказать, есть только миг между прошлым и будущим, и этот Иисус настоящая жизнь. Есть и Иисус между прошлым и будущим, и наш Иисус настоящая жизнь. Есть и Иисус, за Него и держись. Есть Иисус между прошлым и будущим, именно Он настоящая жизнь. Мы выкупаем песни просто. Вы знаете, что мы можем все выкупить. У дьявола нет прав на этой земле просто. Все песни наши песни. Духом святым мы покупаем и поем их Господу, прославляем. Потому что все дары принадлежат Богу. Дьявол вор. Он украл, мы обличаем сегодня, и он пойдет домой с пустым кошельком. Как много лет тебя любовь звала. И это чувство, в общем, ни о чем не говорила. Любовь таилась в тишине. Она ждала. Вдруг прикоснулась к душе, духом святым. Душа проснулась и глаза свои открыла. Теперь не я пою, Иисус во мне поет. И эта песня в мире эхом отзовется. Теперь не я живу, Иисус во мне живет. А Он во мне так часто, то плачет, то смеется. И вся планета распахнулась для меня. И Божья радость вовеки не остынет. Не в силах ты уйти от этого огня. Не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет. И вся планета распахнулась для меня. И Божья радость вовеки не остынет. Не в силах ты уйти от этого огня. Скажи, не спрячешься, не скроешься. Скажи соседям, не спрячетесь, не скроетесь. Прохал, скажите, не спрячетесь, не скроетесь. Всех вас Иисус настигнет. Я пророчествую, будете идти просто так по улице. Дух Святой упадет на вас, потому что написано, что на каждую плоть излился Дух Святой. Неважно, на неверующую или на верующую, Дух Святой приведет ко Христу. И Отец позовет домой. Неважно, на кухне ты в туалете или еще где-нибудь. Вдруг Дух Святой ошарашит тебя славой своей по голове. И вылетят все мысли глупые в одну секунду. И будет у сердца песня о Господе Христе. И вся планета распахнулась за меня. И Божья радость в веки не остынет. Не в силах ты уйти от этого огня. Не спрячешься, не скроешься, Любовь тебя настигнет. И вся планета распахнулась за меня. И Божья радость в веки не остынет. Не в силах ты уйти от этого огня. Не спрячешься, не скроешься, Любовь тебя настигнет. Я видел в духе Льва и Орла. Орел парил, Олев рычал, Когда я пел и танцевал. Орел палил, Орел палил, Олев рычал, Когда я папу благословлял. Ла-ла-ла-ла-ла, Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Благословляю Бога Отца, Бога Отца. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Благословляю Иисуса Христа. Я видел в духе, как голубь летал, Как голубь место покоя искал. Пока я танцевал и пел, Тот голубь белый На плечо мне сел. Пока я папу благословлял, Тот голубь крыльями Меня покрывал. Ла-ла-ла-ла-ла, Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Благословляю Бога Отца. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Благословляю Бога Отца. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Благословляю Иисуса Христа. Я также видел страданье и боль в духе, Твой крест и как течет Твоя кровь. Мой друг Иисус всех исцелял, Пока я Бога благословлял. Господь Иисус всех исцелял, Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Благословляю Бога Отца. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Благословляю Бога Отца. Я благословляю Иисуса Христа. Субтитры подогнал Иисус христе. Субтитры делал DimaTorzok 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 Свят Господь, славит Господа земля. Свят Господь, свят Господь, Свят славит вся вселенная. Свят Господь, свят Господь, Все преклонится пред Ним. Свят Господь, свят Господь, Свят Господь мой Элухи. Иисус, Ты славою окружен, Ты вечно превознесен. Ты – начало и Ты – конец. Ты – Бог мой, но Ты – мой отец. Свят Господь, Свят Господь, Славит Господа земля. Свят Господь, Свят Господь, Славит вся вселенная. Свят Господь, Свят Господь, Все преклонятся пред Ним. Свят Господь, Свят Господь, Свят Господь мой Элохим. И кто запомнил припев, поднимите руки вверх, просто Господу заодно поднимите их. Вы знаете, было служение поднятых рук у Моисея. Он держал руки вверх, и Бог побеждал Амалика. Духом Святым часто Господь нам говорит поднять руки вверх. Иногда Дух Святой высвобождает через движение что-то, когда мы поднимаем руки к Нему. В сердце мы почитаем Ему, все тянется к Нему. Ростки, земля, природа, цветы. Мы поднимаем руки к Тебе, и мы говорим, Господь, мы согласны с Твоей волей. И мы поем припев. Свят Господь, славит Господа земля. Свят Господь, славит вся Вселенная. Свят Господь, все приколятся при Ним. Свят Господь, Свят Господь, Свят Господь мой Эллахим. Иисус, Ты здесь. Аллилуйя. Иисус, да Ты ведь жизнь, Ты сама любовь. Ты мой Агнец, проливший кровь, Иисус, Ты, Дивный Создатель мой. Ты мой Господь живой, Всегда живой. Свят Господь, Свят Господь, славит Господа земля. Свят Господь, Свят Господь, славит вся Вселенная. Свят Господь, Свят Господь, все приклонимся пред Ним. Свят Господь, Свят Господь, Свят Господь, Свят Господь, Свят Господь, Славит Господа земля, Свят Господь, Свят Господь, Славит вся вселенная, Свят Господь, Свят Господь, Все преклонимся пред Ним, Свят Господь, Свят Господь, Свят Господь наш Элохим. Постегая до концов земли, мы двери Твои, открытые двери Твои. Христос, исцеляй через нас, прикасайся Господь. Удивляй нас, удивляй нас славой своей, своих детей, сыновей и дочерей. Вау! Вау! Скажите вау! 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 Кто чувствует, что это действительно в тему, скажите вау! 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 Господи, отец того, кого я держу сейчас за руку, это призванный твой сын и дочерь. Я благословляю сейчас. Я прошу, благослови больше, чем меня. На всех уровнях. Пусть он будет совершенно здоров от темени ног до головы. Пусть он будет полностью наполнен твоей радостью, царство. Дай ему реальность познания тебя. И, Господь, пусть тело твое, церковь, столб утверждения истины на этом месте, она наполнится и исполнится знания о твоей любви, помазание, силой, вдохновением для того, чтобы распространило свои пределы. Далеко-далеко, Господи, мы не делаем тебе просто храниц. Высвобождайся, Господь, через нас, через твою голубицу. Ты смотришь на нас только так, как ты смотришь. И ты учишь сейчас не смотреть друг на друга по плоти, смотреть глазами Божьими друг на друга, смотреть глазами Царства, чтобы наши глаза были как глаза орла, чтобы мы, Господь, цепко держали добычу. Вау! Не отпускали. Не отпускали, пока действительно не произойдет преобразование твое. В каждой душе, в каждом сердце, Господь. Мы провозглашаем эту территорию Царством Божьим. Мы провозглашаем Брайтон нашим, то есть Божьим. Давайте скажем, Брайтон Божий. Мы провозглашаем, что кровь Христа за тебя пролита. И Дух Христов, Он стучится в каждое сердце сейчас. И Дух Святой приводит Иисусу в теле. Сегодня Иисус живет в теле. В нас, в живой церкви. И сегодня Иисус Христос. Скажите, Иисус Христос. И Христос это помазанный, это проявленный. Сегодня Он помазанный и проявленный. Для чудес, знамений, исцелений, освобождений. И сегодня реальность Царства Божия, она умножается на этом месте и потечет во все концы этого места, Нью-Йорка. И, Господь, сегодня будет много людей, которые придут ко спасению. Сегодня будет много людей, которые остановятся перед тем, как они хотят покончить жизнь самоубийством. Я пророчествую много людей, которых сегодня дьявол не получит. Только потому, что есть ходатайствующие. Есть ходатай Нового Завета Иисус Христос и ходатайствующая церковь, которая согласна вместе с Иисусом. И мы провозглашаем сегодня Отец. Мы провозглашаем территорию Царства Божьего над этим местом. И мы говорим, жизнь Христа. Для тех, кого дьявол сталкивает как гладиаторов, друг с другом, мы провозглашаем вечную жизнь, спасение, благословение. Я молюсь в каждом городе для всех музыкантов и поклонников, которые еще по барам, по ресторанам, не знаю, не шастают, где-то обдолбленные, обнюханные, пьяные. Я молюсь Духом Святым от Севера, Запада, Востока и Юга. Давайте скажем, Дух и Невеста говорят, приди. Мы говорим, придите на гору Господню в Церковь Бога Живого и поклонитесь Богу, который есть начало и конец, который Я есть, который Отец и который Господь Иисус Христос. Иисус Христос. Вау. Аминь. Привет. Мне хорошо, вам хорошо. Дайте ему аплодисменты. Я бы мог петь и петь, но я хотел бы еще кое-что сказать. Мы устали давно прославлять, да? Нет. Хорошо. Господи, еще одну песню. Вы пророческие люди, я хочу пророчествовать вам. Бог мне сказал, пророчествовать несколько людей. Поднимите просто правую руку, это символ десницы Божьей. Скажи, Господь, ты сказал мне, чтобы я ревновал о дарах Божьих. Особенно чтобы пророчествовать. Я хочу вам сказать сейчас, пророчество это не просто знать будущее. Пророчество это свидетельство Христово. Написано в откровении, пророчество это печать свидетельства воскресения. Это дух воскресения на каждом сердце. Это право сглашать волю Божью в жизнь каждого человека. Право сглашать дух воскресения. Утешение, увещевание, исцеление, освобождение. Это то, что может делать пророческая церковь сегодня. Пророческая церковь это церковь, которая живет в близости с Богом. В интимности с Богом. Это там, где сердце. Пророческие люди не знают сердца Отца. Это как орлы, которые приносят свежий ветер. Которые могут парить в духе. И мы сегодня молимся, мы хотим, мы ревнуем о всех дарах твоих. Потому что это дары любви. Особенно чтобы пророчествовать Господь. Потому что ты сказал, что ты хочешь показать нам совершеннейший путь. И только Духом Святым. И там, где мы стоим в послушании и под водительством твоего Духа. Мы можем идти этим узким путем. Который ты открываешь нашим сердцам. Ты орел. Он парит в небесах. Счастлив я. Когда вижу его в облаках. Он камнем падает вниз. И к свободе влечет. Я взываю больше еще. К небесам мой полет, где свобода свята. Ты все больше меня несешь в облака доброты и тепла. К солнцу правды в мгновении ока на белых крылах. Тебе меня уже не достать. Я парю в небесах. Я парю в небесах. Распятая Божья любовь. Распятая Божья любовь. Ты орел. Ты орел. Ты паришь в небесах. Счастлив я. Я, когда вижу тебя в облаках. Ты камнем падаешь вниз. И к свободе влечешь. Ты жертву перехватил у врага. В объятьях к папе несешь. В небесам мой полет, где свобода свята. Ты все больше меня влечешь в облака доброты и тепла. К солнцу правды в мгновении ока на белых крылах. Злу тебя уже не достать. Ты паришь в небесах. Сердце любви. Сердце отца. Единственно достойная цель. Моя жертва святой крови. Жертва Христа. Единственная жертва достойная. Много орлов слетела сюда. Почувствовав святую кровь. Здесь на кресте жертва моя. Распятая Божья любовь. Много орлов слетела сюда. Почувствовав святую кровь. И здесь на кресте жертва единственная. Распятая Божья любовь. Кылья любовь. Гido про doctrine Dios, Почувствовав святую кровь. Мы благодарим Тебя за Евангелие, которое настолько вкусно, за добрую весть. Сегодня мир наполнен плохими новостями. Просто невероятно, сколько плохих новостей окружает нас. Но, слава Богу, у нас есть добрая весть. Скажи, у нас есть добрая весть. Вау! Это очень добрая весть. От Папы к нам. Это очень добрая весть. Весть Христа к нам. Что суд состоит в том, что Духом Святым Бог приводит нас в свет. Там, где мы соглашаемся идти в свет. Вау! Кровь Иисуса Христа продолжает омывать нас. Если мы ходим во свете, кровь Иисуса Христа, она омывает нас. Мы ходим в чистой совести, с чистыми сердцами. Мы ходим в силой Божьей, которая настолько сильна, что мы даже не можем себе представить. Я молюсь сегодня о том, чтобы ты благословил то, что ты полагаешь в сердце. Я не могу назвать это проповедью, не могу назвать это учением. Я хочу поделиться с вами. Присаживайтесь. Отец, я благодарю тебя за твое помазание здесь, на этом месте, за то, что ты живой. Из-за того, что ты сказал, что мы сыграем, как тенцы упитаны. Я, как телец. Все туки принадлежат Господу. Все жиры принадлежат Господу. А вот мы должны быть, как дети, правильно? Представляете, взрослые дядьки приходят и такие. Смех, мы в бой пойдем. Хотел поделиться с вами тем, что фактически есть послание, мое послание. Оно простое. Он реальный. И он настолько реальный. Я просто расскажу одно переживание, когда я был. У меня всегда есть время с Богом, когда у меня мало времени. Я понимаю, почему Иисус, он уходил, уединялся и ночами проводил время с Богом. Мне нужно много времени с Богом. Все знают, что Бог со мной всегда. Но есть много нужд, есть много вещей, которые нужно делать. Но когда мы высвобождаем время с Богом, я помню, как я переживал это. Как присутствие Божьего упало на меня. И я просто чувствовал себя настолько удовлетворенно в Его объятиях, в этой теплой любви. Я понимал, что я был прямо в чреве Божьем. Написано, что Сын Божий вышел. Никто не может знать об Отце, как знает Сын Божий. Потому что Он прямо вышел из чрева Божьего. Я хочу пророчествовать, что сегодня наступает такое время, когда Бог погружает нас в Своё чрево. Он хочет, чтобы в Его чреве мы настолько переживали в Его духе, в Его чреве. Мы переживали усыновление и Его любовь. Чтобы то, чем мы делились, это была бы действительно суть Божья. Суть Божьего послания. Чтобы Божья любовь могла прикасаться и разбивать, просто растапливать всякое зло, всякую тьму. Я видел видение, как Небесный Иерусалим приходит на церковь. И я думал, Господь, я читал эту главу много раз, что Небесный Иерусалим в откровении приходит. И в Духе Святом Бог мне сказал, не удивляйся, потому что есть время посещения. Есть время посещения для человека, есть время посещения для семей, есть время посещения для церквей. И есть время, когда Небесный Иерусалим приходит на церковь. В Духе, я просто говорю вам, от Духа Христова открываются двери. И вдруг Дух начинает как магнит притягивать людей. Ангелы возле каждых ворот, они начинают записывать просто тех людей, которых Дух Христов ведёт в покаянии. Через тело Христово. И город наполняется людьми. Я вам говорю такое образное видение, как я это видел. Это настолько сильное переживание, это пророческое переживание, где ты начинаешь переживать его сердце. Где ты начинаешь чувствовать любовь, переживать любовь. Где ты можешь стоять посредине Божьей воли, и Господь хочет это для всех нас. Он хочет, чтобы мы делились реальностью Царства Божьего. Потому что Царство Божье, это не просто слова мир и радость, и просто праведность. Это всё живое. Царство Божье исполнено очей. Слава Божья исполнена очей. Вы знаете, слава Божья на теле Христова. Вы все исполнены очей. Очей. Вы все смотрите. Но там, где Бог смотрит через вас, представляете, сколько глаз у Бога по всей земле. Вау. Окна Божьи. Твои глаза. И Он смотрит на этот мир. Так, как смотрит Отец. Он не просто смотрит на этот мир. Всё плохо. Вау. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Она говорит, вау. Она говорит, я в таком предвкушении. Потому что всё, что я вижу, это принадлежит мне, говорит Господь. И это будет моим. Я вам хочу сказать, Он не просто хочет. Он не просто мечтает. Всё то, о чём мечтает Бог, Он это воплотит. Потому что Бог явился воплотив. Он просто оделся в кожу, в тело и явился на эту землю. Бог явился воплоти. И Он прославлен. Он прославлен. И сейчас Духом Христовым происходит невероятное таинство, которое происходит, что церковь, она начинает наполняться познанием сердца Бога Отца. Любви Христа, она начинает наполняться познанием не просто, что что-то нужно сделать. Да, конечно, хлеб нельзя удержать в сердце. Люди даже анекдоты не могут удержать. Интересно, если они знают. А если в тебе горит весть, и вокруг тебя люди, если это по-настоящему горит, ты это не сможешь удержать. Ты говоришь, тебе надо. Я тебе расскажу, да, это хорошо делать. Но когда это горит, ты воспламеняешь всё вокруг. Ты ходишь и воспламеняешь всё. Ты прикасаешься к каждому человеку. Ты касаешься к каждому сердцу. Ты можешь даже мало говорить, но ты можешь глазами приобретать, делами приобретать. Ты тернулся об кого-то, прикоснулся. Зажглось. Тьма просто взрывается и отпрыгивает назад. Потому что вы исполнены не просто очей, исполнены не просто его слуха, исполнены его сердца. Исполнены сердца Отца. Это послание для вас. Я вижу, что Бог, Он действительно высвобождает церковь в Нью-Йорке, исполненную его сердцем. Это то, чего боится дьявол. Дьявол не боится просто делателей. Дьявол боится сердца Божьего. Сердце Божье, явленное воплоти. Отец явленный воплоти – это Иисус Христос. Когда Он шел, бесы падали перед Ним просто на колени, потому что Он был носителем сердца Отца. Скажите, Дух Святой больше. Если ты чувствуешь, Дух Святой переживаешь на этом месте, переживаешь его присутствие, просто закрой свои глаза. Не держись за сумку, не бойся. И за спой все охраняет. Скажи, Дух Святой больше. Реальность Божья, она здесь сейчас. И я хочу говорить о нем. Потому что, не знаю, начать читать, Дух Святой течет просто. Кому действительно хорошо сейчас? Вы чувствуете особое какое-то присутствие? Знаете, вот что-то такое. Просто поднимите руки. Это для Него. Просто подержите так. Пусть Еле истекает на землю. Скажите, земля, Ты исцелена подо мной. Так мы просто сделали. Потому что везде, где я стою, Господь, Ты исцеляешь землю. Везде, где я хожу, просто я не знаю, почему разрушается коррупция. Потому что я свет. Во мне есть свет. Везде, где я разговариваю, свет начинает работать так, что тьма, она просто не может устоять. Она не может оставаться на этом месте. У тьмы начинает не получаться, чтобы у нее не ладиться. Слава Богу. Тьма просвещается, и любовь Божья она наполняет. Через свою церковь она заполняет. Вы закваска, я пророчествую. Вы закваска. Чистоты от пресноков и истины. И Господь говорит, церковь, Ты закваска. И я положил Тебя, пока не заквасится все. В этом городе не мир заквасит Тебя. Вы заквасите Царство Божье, то, что вокруг Вас. Я пророчествую, просто провозглашаю это то, что хочет Бог. Чтобы мы заквашивали то, что вокруг. Ой, заквасится. Халуя, заквасится. Это что-то, я не знаю, что-то я не знаю, извините. Когда человек делает интересные вещи, но он проявляет то, что любовь, знаете. Вы знаете, мир проявляет себя просто странно. Он не боится этого через три, через всякую. А мы боимся проявлять царство. Не стерживайтесь, не разрешайте царство течи через вас. Вот будет думать, что это ненормально. Я когда-то был на миссионерской поездке лет 10 назад с Рэнди Кларком в Бразилии. Это было очень классное время. Много было исцелений, чудес. Просто слепые люди, они становились зрячими просто. Через простое прикосновение про возглашение царства. Ведь много бесов выходило из людей. Чем больше тьмы и чем больше тьма, тем больше благодать высвобождается в смыслах. Вы знаете, Бог не боится тьмы. Просто если благодать, если тьма возрастает, Бог направляет благодать. И благодать становится как бомба. Просто присутствие Божье как бомба начинает взрываться. И тьма отскакивает, и люди высвобождаются. Я был в поездке с Рэнди Кларком. Я помню, я зашел в город, приехал как-то сам, без группы. И тут первый раз я попал в Бразилию. И на английском мне очень хорошо говорили. Вот так ни на английском, ни на русском мне разговаривали. И я иду, и только посмотрю с правой стороны, и с левой другие. То есть справа одно, слева другое. И я, вау. И пока я дошел вот так до номера, в моем сердце уже была вина. Мне надо было служить. Ну, я вам просто рассказываю, как харизмат. Как честно. Как пастыря обычно такое не рассказывают. В моем сердце было такое, что я на следующий день не чувствую, как я как замазался. Как что-то внутри меня. И вот из команды Рэнди Кларка проходили. Женщина одна в автобус заходила. Она зашла в автобус. И так заходит в автобус. Так. И я так сижу. Господи. Мало того, что я еще себя ненормально чувствую. Тут еще какие-то, ну, не очень нормальные люди ходят. И я вместе с ними. И она так мимо... Я сижу в своей туче. И она так мимо меня приходит. Так. Тя-я-я. И пошла дальше. И я так. Господи. Потом только фу. И я в славе Божьей сижу. Это как? Это Господи. И Дух Святой говорит. Дал мне этот стих тогда. Он дал мне этот стих. Ты учишь персты моей брани. И руки сражения в послушании. Там, где человек в послушании Духу Святому высвобождает проявление. Через танец. Некоторые сделали квадроформу танцев. Танец должен быть. Тя-я-я-я-я. Тя-я-я. Нет. Там, где Дух Святой высвобождает определенные движения. Люди не просто какие-то руками двигают. Потому что мы находимся в такой гармонии с его помазанием. Что порой не слово, а движение освобождает. Люди там касаются костюма. Я не знаю, как это работает. Но Царство Божье. То есть Бог Он все во всем. И я вам скажу, тогда меня освободила вот эта ненормальность, которую я не понял. Человек, проходя мимо меня, что-то в Духе даже не понимая. И он в Духе как-то прореагировал. И я сидел уже наполненной славой. И в этот вечер мы рубали наших. Наши рубали всех. Не наших, короче. Не кровь и плоть, короче. Войны Иисуса Христа. Мы просто провозглашали свет. А к чему это вообще? Не важно. Откроем Библию. У кого есть Библия вообще? Поднимите руки. Как у всех? Нет, у кого есть Библия, поднимите руки. Я хочу вам действительно сказать серьезно, на что Дух Святой мне говорил в последнее время. Что Бог будет действительно высвобождать благоговение к Его условиям. Благоговение к Слову Божьему. Это как драгоценность, которую Господь нам дал. Вау. И в шестой главе Исаии, который прямо вот начинает. В год смерти царя Озия видел я Господа. Прямо с первой строчки Дух Святой говорит. В год смерти царя видел я Господа. Что-то происходит в нашей жизни, когда идолы умирают, наши глаза открываются. Понимаю, о чем я говорю. Когда идолы в нашей жизни падают, вдруг открываются в глазах. И мы начинаем видеть того, кто есть настоящий. И я пророчествую, что Бог будет просто не спровергать идолов. Не спровергать идолов. Потому что все, что стоит между сердцем и Богом, никто не должен стоять между сердцем Божьим и сердцем сына или дочери Божьей. Мы премьем званы поспешистовать в вере друг друга. Мы не призваны вероломно сколачивать. Мы призваны поспешистовать. То есть высвобождая Слово Божье через служение, в духе смирения, любви приходить и высвобождать Слово. Либо громко, либо тихо. Но по-настоящему Господь говорит, это мои дети. Я очень люблю моих детей. И я вверяю вам, пастыря, учителя, проповедники, моих детей. И я хочу, чтобы они знали мое сердце. Мы не просто приводим людей к познанию о Боге, но мы приводим людей в то присутствие, которое люди потеряли через грехопадение. В присутствие самого Бога. Мы приводим людей в присутствие. В царство. Он говорит, я царствую нам. И это слово. То, что важно, что Господь делает, мы приводим его в присутствие царства. Через исцеление. Человек получает порой исцеление, и он еще долго не в царстве. Я знаю многих людей, которых Бог даже воскресил. Год назад через моего друга Бог воскресил мертвого. Он получил воскресение. Был мертвым. Мы зафиксировали смерть. Он молился, кричал над ним 15 минут. Была вера в духе. Вдруг он открыл глаза. Он видел прямо вдруг, как дух вошел. Дух жизни вошел. И он поднялся. Ничего не мог понять. Все вокруг просто были ошарашены. Этот человек, он просто не мог понять. Он пришел в церковь. Через время он ушел из церкви. Он получил такое чудо в своей жизни. Ему, мать его говорит, да ты пойди туда. Ты понимаешь, ты был мертвым. Зафиксировала. Скорая помощь. Ну и шо? Плотской ум. Плотская реальность. Есть две реки. Есть река Божья. Есть река этого мира. Река обольщения, которая говорит, ну и шо? Ну подумаешь, умер. Ну подумаешь, ад. Это ложь. И действительно, Иисус, он привлекает. Его любовь он хочет исцелять, освобождать. Но есть большое таинство. Когда Бог, он через объятия, через сострадание. Вы знаете, фундаментом сердца может быть только сострадание. Фундаментом любого служения может быть сострадание. И любовь. Сострадание и любовь. Это фундамент служения. Фундаментом служения не может быть платформа просто. Для того, чтобы я достиг своей цели. Потому что скоро я сам, как царь, буду сбит с этой платформы. Вы хотите видеть царя, который был сбит с платформы не один раз? Это я. И каждый раз, когда я был сбит с платформы, и какие-то вещи проходил в своей жизни, его любовь и милость поднимали меня. И я плакал от того действительно, что насколько он любит меня. Хотя я все напортачил, кажется. Он приходил, брал меня. И я глубже и глубже понимал его сердце. Я глубже и глубже понимал его фундамент. И я хочу вам сказать, вы не боитесь. Кто хочет поднять руки и сказать, Господь, я хочу, чтобы фундаментом моего служения было сострадание и любовь. Это не больно, ребята. Бог не делает больно. Мы доверяем работе его любви. Отец, мы хотим, чтобы твоя любовь протекала через нас. Твое сострадание. И это плоть сделать не может. Скажи, плоть и кровь не может видеть Царство Божье. Плоть и кровь сделать это не может. Это только дух любви. Бог, который есть любовь, он может это сделать. Просто то, что я вам говорю, есть дух и жизнь. Я не говорю вам просто информацию. Я делюсь той рекой, которая просто приходит и течет. Течет. И пусть река течет. Пусть река течет. Пусть дух течет. Потому что часто... Мы не помним, ни о чем была проповедь. Или какое-то учение. Ни даже какая была песня. Мы просто чувствуем вот это. Вау. И он на мне. И он со мной. И ему вся слава. Мы часто чувствуем, кто-то молится. Много людей молятся со мной. И говорят, ба-бах. Это произошло. Саннелли. Вау. И он пришел. Мы не помним, на каких словах молитвы. На чем именно. Приходит его истина. Когда мы пребываем в слове или в прославлении, он дает нам истину. И истина его, она делает нас свободными. И истина, это не просто буква. Истина, это реальность. Это реальность живого Бога. Которая по нас... О чем я сейчас говорю? Реальность. Скажите со мной. Реальность. Прямо здесь, сейчас. Ты через реальность ее делаешь свободными. Укрепляешь. Кормишь наш дух. Кто в теме? Сейчас поднимите руки еще. Если вы в теме. Вы в реальности? Ну, вы реальны? Поднимите выше, не бойтесь. Ха. Дух Святой. Комбайн. Не, не комбайн, Дух Святой. Комбайн это комбинирование. Ну, в общем, я не знаю. Это не важно. Это иностранное слово. Вау. Вот я же начал читать. Комбайн. Комбайн. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном. И край Аризи его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое. И двумя закрывал ноги свои. И двумя летал. И взывали они друг к другу. И говорили, свят, свят, свят Господь Саваоф. Давайте скажем, свят, свят, свят Господь Саваоф. И пусть наше прославление, скажите, соединится с хвалой на небесах, ангельскими песнопениями. Пусть будет открыт портал для того, чтобы мы видели ангелов и переживали ангельское движение на этом месте. Вы согласны? Похлопать его так. Потому что ангелы сейчас глупо прыгают в небесах. И они говорят, свят, свят, свят Господь Саваоф. И вся земля полна славы Его. Скажите, что вся земля полна славы Его. Вы знаете, мы видим плотскими глазами другое. Мы переживаем другие вещи. Но я вам хочу сказать, что Бог думает. Бог думает вот что. Что вся земля полна Его славы. И Он хочет, чтобы мы видели и понимали так же. Да, что-то происходит. Я слышал много пророчеств. Что-то там разрушится. Что-то обвалится. Что-то произойдет. Но это не то, на чем я хочу сосредоточиться. Я хочу сосредоточиться на том, что вся земля полна Его славы. И я хочу быть продолжением Его славы. Кто хочет так же, как я? Я не знаю, что там разрушится или не разрушится. Я знаю, что вся земля сейчас, не ва, в Ираке, в Иране, наполнена славой Божьей. И она хочет открыться, эта слава. Через Его народ. И Бог уже имеет план для того, чтобы открывать славу на каждом месте. Через Его простые, через Его детей. Просто детей, таких как ты и я. Потому что нет, я не лучше, чем ты. Ты не лучше, чем я. Мы дети Божьи. Мы призваны для того, чтобы через нас Царство Божье открылось. Чтобы мы являли открытый вход в Царство Божье. Чтобы мы были теми людьми, через которых люди входили в Царство Божье. Вау! Я не зря назвал странно, потому что я знаю, что есть помазание, есть миссионерское помазание на группе этих людей, которые я вижу. Миссионерское помазание. Это не значит, вам надо ехать куда-то в ЮАР или еще куда-то. Я не знаю. Миссионерское помазание. Это помазание людей, где Господь полагает на сердце поручение. И люди, они послушны Господу, они выполняют. Миссионерское помазание может быть перейти из одной улицы на другую улицу и сказать то, что Господь говорит. И я действительно провозглашаю. Если ты чувствуешь, что это касается тебя, просто подними руки. Потому что Дух Святой будет высвобождать ангелов. На каждое послание, которое он вкладывает в сердце. Я вам хочу сказать, это место проявления славы Божьей. Это место, где Господь высвобождает послание. И открывает призвание. И делает нас действующими. Действенно. Его любовь действенная. Она горит в сердце. Она, его любовь. Просто этот мир пытается усыпить меня. Усыпить мою плоть. Как только я оказываюсь в небесах. Бог дал нам ключи царствия. Через ключи царствия мы оказываемся в небесах. Просто переживаем в небесах. Как только я оказываюсь в небесах, я смотрю, как прекрасно сердце Отца. Как оно стремится коснуться просто всего. Скажите, вся земля. Вся земля. Волна славы. Волна славы. Все творение. Все творение. Все живое. То, что сотворил Господь. Все живое. Он ожидает откровения сыновей Божьих. И сейчас время, когда Бог поднимает сыновей. Все острых. Бог поднимает сыновей. Братья. Бог поднимает сыновей. Вы знаете, что внутри нас всех живет сын. И мы все сыновья Божьи. Мы все и невеста Христова. Но мы все сыновья Божьи. И Бог поднимает голос сыновей. По всей земле я слышу. Если ты можешь в духе приложить ухо к земле, ты можешь слышать крик сыновей Божьих. Ты можешь слышать голос сыновей Божьих. Где слава распространяется по всей земле. Где Бог открывает свое царство. Где Бог призывает действительно людей в свою любовь. И это его воля на сегодняшний день. Я вам скажу, почему пророческое обомазание. Почему важно, чтобы у тебя было свидетельство внутри. Свидетельство. Прежде чем Енок был переселен, написано в 11 главе Еврея. У него было свидетельство, что он угодил Богу. Кто читал такое в послании Еврея в 11 главе? Прежде чем Енок был переселен. Вы представляете, был человек в Ветхом Завете, который ходил с Богом, и вдруг его не стало. И он ушел к Богу. Написано, Бог взял его. Одни говорят, а может быть, он куда-то провалился. В какую-то там колонницу. Нет. Слово Божье говорит. Бог взял его. Поэтому мы не кровью и плотью, мы пленяем всякое послушание, всякое непослушание в послушании Слову Божьему. Если Слово говорит, что Бог его взял, значит, Бог его взял. Так, вы знаете, был взят Енок. Кто, вы знаете, еще был взят на небесах? Или я? Вы представляете? Настолько они ходили близко с Ним. И сегодня действительно Господь, когда... Думаем, что Иисуса были скучные молитвы. Иисус, когда молился, небеса преображались на горе преображения. Просто Он приходил, взял учеников своих однажды в тайную комнату помолиться. И там слава проявилась. И Он был в белых блистающих одеждах. И они там упали и сказали, мы вообще отсюда не хотим уходить. Говорят, да моя молитвенная комната, ребята. Вы еще... Это только вход вообще. В то, что Я вам приготовил. Это нам и входа хватит. И вот это место, где Иисус приходил, общался с Отцом, и просто все преображалось. Царство Божие, оно было реальным. И люди были свидетелями. Они не просто пишут то, что мы видели, то, что слышали, то, что щупали. Мы являемся свидетелями вообще. Того, что мы знаем. Поэтому насколько важно, чтобы ты не просто знал о Боге. Чтобы ты знал Его. И насколько важно, чтобы ты знал Его глубоко. Настолько важно. Так вот в этом введении я когда-то... Я однажды в жизни переживал реальность. И когда Дух Святой пришел на меня однажды, я стоял... Мне было так хорошо. Дух Святой говорит, я хочу повести тебя дальше. Мне было так комфортно. А я говорю, да я уже просто в ауте. Я лежал. И Бог говорит, я хочу повести тебя дальше. И потом Дух Святой говорит, что ты видишь и слышишь? Я говорю, тебя. Я больше не вижу ничего, кроме тебя. И я слышал стих. И я слышал стих. И теперь уже не я. Но Иисус. И это переживание. Это не просто стих. Я уверен, что у Павла была реальность переживаний. Теперь уже не я. Но Он живет во мне. Потому что есть состояние в Духе Святом, когда ты действительно понимаешь, что все Он. Многие думают, какой венец, какая награда. У меня есть друг. Не буду говорить, кто. И однажды Бог пришел к ней очень сильно. Пророческий человек. И Бог повел ее на небеса. И водил ее. И показывал ей вещи. И она говорит, действительно, там, где были большие посещения у меня, я не могу передать то, что я видел. Не хватает слов. Нет просто таких слов, которыми можно объяснить. Ну, по-человечески. Ты можешь просто сказать, ну... Просто нельзя писать до конца. Есть только малое, что мы можем сказать, если Бог приводит нас в места посещения. Вот мой друг хороший, она была на небесах, и Бог водил ее. И она говорит, а сейчас... И у нее были комплексы. Ну, типа, свои комплексы. Просто свои трудности какие-то. Вот перед этим переживанием. И Бог повел. И он говорит, а у нее было Господь. Она молилась вот этими стихами. Господи, хочу достигнуть высшего звания в Иисусе Христе. Кто-то молился этими стихами? В высшей почести. Филипийцам 4 глава. Помните? И она вот этим молилась. И вдруг Дух Святой говорит, я хочу тебе показать что-то. Я хочу показать тебе твою награду. И он завел ее в один зал на небесах. Был зал прекрасный. Это невозможно. Просто информативно передать. Я не хочу, чтобы вы информативно это просто слушали. Я молюсь, чтобы Дух Святой донес вам что-то. И когда она говорит, я заходила в зал просто, я была в Духе уже, но я переживала его присутствие сильнее. Знаете, есть от славы в славу. Даже на небесах. Представляете? От реальности к реальности. Как может такое быть на небесах? Вот так. Чтобы одни будут ближе, другие. Есть определенные места реальности царствия. И когда он ввел меня в определенную реальность, Говорит, я зашла. И я просто, ну, не могу передать этого состояния. И он сказал. Она говорит, ты видишь? Он говорит, я вижу большой зал, здесь нет никого. Но что твое сердце переживает? И она сказала, я так люблю тебя. Я переживаю, что ты со мной. И ты самая моя большая награда. И как бы видение закончилось, она была просто в присутствии. И она поняла, что моя самая большая награда – это Он. Его реальность. Его глубина. Его место, которое Он приготовил для нас. И вы знаете, что место на небесах мы, Дух Святой, дает нам пережить здесь на земле. Потому что небеса, они здесь на земле. Вечность, она здесь на земле. Царство, оно здесь на земле. Люди мечтают, что скорее бы мне умереть и пойти в вечность. Нет, друзья. Вечность здесь на земле. Воскресенье здесь на земле. Входя в теле, мы переживаем вечность. Входя в теле, мы переживаем царство. И Бог дает нам его пережить от славы в славу. И я хочу вам сказать, некоторые говорят, как же мне помолиться, чтобы быть ближе к Нему там. Будь ближе к Нему здесь. Кто хочет действительно помолиться, чтобы Дух Святой высвободил влияние и дал тебе ключи, чтобы быть ближе к Нему здесь? Кто хочет этого? Давайте мы согласимся. Ну, кто хочет. Отец, мы ревнуем сейчас. И просто о даре пророческом, который проходит через высвобождение дара, даровое призвание. Но мы сами хотим быть сноградой. Мы сами хотим пребывать в Тебе. Мы сами хотим быть очень близкими к Тебе. Мы хотим сейчас быть очень близкими к Тебе, Отец. Ты наша награда от славы в славу. Ты самая большая награда. И если я думаю, что что-то может быть драгоценнее, чем Ты, Духом Христовым высвободи меня к себе ближе для того, чтобы ничто не могло обольстить или украсть у меня, Тебя. Я верю, что Ты не позволишь этому, потому что все в Твоих руках. Потому что это то, что Ты хочешь. Он говорит тебе прямо сейчас, что Ты – Его награда. Ты – Его награда. Он так хочет тебя. Поэтому Он будет тебя вести в свою славу. Он будет тебе показывать через твой путь больше и больше. И Он будет приближать тебя и вести тебя от славы в славу. И когда ангелы так поклонялись, то поколепались вверхи врат от глаз о восклицающих. И дом наполнился курениями. И дом наполнился курениями. Девятый стих. «И сказал Он, пойди и скажи нет». Восьмой стих. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать». Интересно, кому говорил Господь? Я хочу задать тебе вопрос. «Услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать». На небесах было общение какое-то. И Господь говорил, кого мне послать. «И кто пойдет для нас». Интересно. Именно. «Кто пойдет для нас» с большой буквы. Поговорил, кого мне послать и кто пойдет для нас. И такое состояние, что когда ты находишься в присутствии, ты можешь реально слышать. Голос неизвеченный, ты можешь слышать. Вы представляете, и вдруг. И я сказал, «Вот я, пошли меня». То есть Бог, шло общение на небесах, в реальности Божьей. Исайя стал тем, который слышал. И Бог говорил, «Кого послать для нас, Исайя?» «Вот я, я, я. Пошли меня. Я хочу». Почему он захотел? Потому что он переживал сердце Божье. Он переживал это присутствие. Он переживал движение Божье. И он это переживал в своем сердце. Он сказал, «Я хочу, Господь. Я хочу быть продолжением твоей славы. И делать то, что ты определил мне». Я хочу сказать, на вас есть это призвание. Быть людьми, слышащими. Не просто голос Божий. Я хочу сказать больше. Слышащими и знающими Его сердце. Бог хочет, чтобы мы знали и слышали Его сердце. В чем суть, в чем Его сердце. Для нас и для людей, которые стоят с нами, рядом. У меня есть пророческое действование, которое бы я сделал бы. Сейчас время идет. Я благодарен Богу, потому что Его Евангелие, Его добрая весть к каждому из нас. И Он все содействует ко благу и привлекает нас в славу Свою. Он тот, который хочет, чтобы мы исполнились, чтобы вся земля наполнилась познанием славы Божьей. Наполнилась познанием славы Божьей. Бог хочет, чтобы вся земля, все вокруг наполнилась познанием славы Божьей. Я прочитаю сегодня еще одно место Писания, которое, когда я только вошел в церковь, я услышал это место Писания, и я буду заканчивать. То, что я делал сегодня, просто делился тем, что в моем сердце есть по отношению к вам. Я хочу просто спросить, если это отзывалось в ваших сердцах, это мне нужно знать, просто поднимите ваши руки к Богу. Если то, о чем я говорил, это отзывалось в ваших сердцах, держите так. Я молюсь, Дух Святой, пусть то, что отзывалось в сердцах, оно действительно станет реальным. И пусть Дух Святой, ты запечатаешь это в сердце. То, что Бог мне сказал прочитать в самом начале, я хочу прочитать сейчас, это слово для этой церкви. Это слово, которое написано в Исаии 61 главе, и оно написано в Луке, 4 главе, 18-19 стих. В Исаии 61 главе написано так. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать ли это Господне благоприятное, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдой, насаждением Господа во славу Его». И я хочу так это же слово прочитать в Евангелии Луки, где Иисус по-настоящему стоял среди народа Божьего и говорил, то, что я чувствую здесь еще, я скажу вам позже, я хочу, что если это в вашем сердце, мы сделаем пророческое действование. Евангелие Луки 4 глава 18 стих написано то же самое, даже с 16-го. «Пришел Иисус в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и мы только что прочитали, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. «Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцев, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное и, закрыв книгу, отдав служителю сил, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. В этот день исполнилось Писание. Я хочу провозгласить, это Писание для вас. И я вам прочитаю из Евангелия Матфея 10 главы. Он призвал учеников своих и дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их, врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Седьмой стих. «Ходя же проповедуете, что приблизилось Царство Небесное, больных, не просто молитесь, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Это слово, я молюсь, Дух Святой, чтобы это запечатлел сегодня в сердце. Я знаю, что ты уже говорил это слово, но я, но Дух Христов, то есть, но пророческий Дух есть свидетельство Христова. Бог еще и еще раз свидетельствует через своих сыновей, через своих рабов. Если это слово к тебе, давайте мы встанем на ноги наших, не на чужие, а на наши. И мы помолимся. Мы благодарим тебя, Господь, за слово, которое ты имеешь к нам, как к церкви, во имя Иисуса Христа из Назарета. Я благословляю сейчас и провозглашаю это слово. Я благодарю тебя за ту грань, которую ты дал мне, потому что это не мое, а твое. Я благодарю тебя, что ты сегодня в моем лице посетил моих друзей, церковь. Я благодарю тебя, что ты имел сегодня желание распространить свое влияние от сердца к сердцу, что ты дал этот разговор от сердца к сердцу, и твой Дух Святой был высвобожден. И я молюсь сейчас, Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю тебя, что ты здесь, запечатай все то, что ты говорил. Я молюсь, обнови умы, обнови сердца, чтобы сердца и умы, они пребывали в твоей реальности, в твоем присутствии, Дух Святой. Я благословляю это слово, которое ты высвободил сейчас. Я благодарю тебя за то, что ты используешь, но не просто используешь, за то, что ты сделал нас частью твоей славы, частью твоего реального присутствия. Я благодарю тебя во имя Иисуса Христа из Назарета. Я молюсь сейчас. Если вы согласны, скажите Аминь. Аминь. Одну вещь хотелось бы сказать. И я действительно хочу, чтобы вы, кто сегодня получил слово от Бога, просто подавите руку. Если вы получили слово от Бога, не нужно видеть. Если вы получили слово, и Дух Святой коснулся вашего сердца, я хочу вам, я такие вещи делаю редко, но я хочу вам дать возможность посеять в слово. Для того, чтобы это слово не просто вошло в ваши уши. Для того, чтобы оно не просто пощекотало ваше сердце. Для того, чтобы вы стали причастником. Чтобы действительно вы сказали, я серьезно. Я хочу быть причастником. Поэтому спросите у Бога. Господь, какую мне часть я могу, которая выражена в купюре финансовой, могу высвободить. Для того, чтобы я мог стать частью. Да, я знаю, что ты уже сказал внутрь. Но я серьезен, Господь. Я хочу быть частью. Поэтому ты мне скажи, что я могу пожертвовать. Не просто то, что мне не жалко, а то, что я могу пожертвовать. Если ты согласен со мной, просто подыми руки, мы помолимся еще раз. Отец Небесный, я благодарю тебя, что ты даешь возможность мне жертвовать. и я благодарю тебя, что ты даешь мне слышать и видеть и быть причастником. И ты мне даешь не только быть причастником, ты хочешь, чтобы слава через меня продолжалась. И ты хочешь утверждать во мне слово. И действительно, я серьезен в этом. Поэтому я хочу быть причастником. И чтобы это слово укоренилось и утвердилось во мне. И пусть это будет, я хочу вам сказать, пусть это будет доброохотно. Потому что не чувствуешь, что тебе надо, ты должен. Но если это, если это коснулось тебя, и это касалось твоего сердца, и ты хочешь, чтобы это действительно умножалось в тебе, будь мудрым. Я молюсь во имя Иисуса Христа сейчас. Я хотел еще потом одну вещь сделать. Пророческую. У нас есть время? Да. Так как мы сделаем пожертвование? У меня была такая вещь. Я вам скажу. Я увидел людей, которые стояли один за одним. Я видел, что вы, как виноградная лоза, как Иисус, у вас виноградная лоза. Как вы стояли друг за другом. И вы стояли настолько близко. И я чувствовал, что послание от сердца Божьего к вашему сердцу. И что Дух Святой высвобождает вас от Его сердца. Быть сердцем к сердцу друг друга. Не просто людьми, которые приходят в одну синагогу. Но вы и есть та лоза, через которую течет сок друг к другу. Я хотел так сделать пророческий символизм, чтобы вы стали вот так вот и положили друг и друг на друга. И я бы провозгласил это. Потому что то, что я чувствую, есть очень сильный дух ученичества на этом месте. И в этом есть ученичество почтения к Богу и почитать ближнего выше, чем самого себя. И смириться перед Богом в каждом человеке. Потому что Бог есть в каждом. И там, где мы хотим видеть, что Бог делает в другом человеке, мы почитаем человека выше самого себя. Если мы хотим видеть, что Бог делает в неверующих людях, мы должны почитать и стремиться узнать, что Бог делает в их жизни. Смириться перед работой Богом в неверующих. Есть только две реки. Река ходатайства и благословения и река критики. Мы можем либо критиковать то, что нам не нравится, либо течь в реке ходатайства. Это стоять и... Поэтому я и предлагаю, не знаю, как и когда это сделать. Хорошо. Давайте сейчас посеем чтобы вы слышали слово от Бога и желательно приходит. У-у-у! Хей! Твоя власть, Твое есть царство, Господи, на этом месте. Спасибо, Отец. Конверты есть? Ой, конверты кому? Пустили. Пока не спаю. Кому нужен конверт? Для вас. Кому не нужно? Сережа, не хотим. А скажите мне, вообще вы не устали, нет? Нет. Нет. Вас не загрузило? Нет? Нет, не загрузило. Я не просто спрашиваю потом уже обойдет. Нет, просто не спереди. Нет. 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 Какие люди! Здравствуйте! Без охраны. Спасибо, ребята. Здравствуйте, мои хорошие. Один, один. Прикоснись ко мне и меня покрой, Я хочу одеться светом, Наполняй меня, пусть течет рекой. Твоё слово – вечная жизнь, И поток воды живой. Иисус, я твой. Только ты один Можешь мне помочь, Разогнал Господь все тучи прочь, Небеса открыл И пришёл ко мне. Ты напоил меня Святым вином Посадил меня За своим столом За своим столом Накормил меня Никогда не перестанет Твоя реальность Твоя реальность для меня Святым вином Иисусом Христом Вечностью Вечностью душа Близким будь всегда Каждый миг Каждый миг Пусть станет Новым В святости любви Рассветает душа Никогда Никогда не перестанет Твоя реальность Для меня Ты моя любовь Первая моя Настоящая Только ты один Сможешь мне помочь Разогнал Господь Все тучи прочь Небеса открыл И пришёл ко мне Напоил меня Святым вином Посадил меня За своим столом Накормил меня Ты жизнью своей Иисусом Ишуша Христом Не знаю, в духе такие слова Драгоценный свет Как живой огонь Золотом реки К берегам души Через врата сердец Льётся дух святой Льётся жизнь Христа На меня Ты мой драгоценный свет Как живой огонь С золотом реки К берегам души Через врата сердец Льётся дух святой Льётся жизнь Христа Льётся жизнь Христа Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- И небесной благодатью твой живой ливень. Ливень стеною обновляет умы и разрушает проклятия. 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 Ливень стеною обновляет умы и разрушает проклятия.